всем привет меня зовут карина и сегодня у нас пакет рейсер 6127 открываем наш учебник и как обычно скачем инструкцию сохранив нужную вам папку а также пока файлик скачем пока файлики сразу же открываем и можем перестать пока инструкцию она у нас открылась в Adobe Acrobat Reader у нас есть вот такая вот прикольная топология у нас есть три коммутатора и несколько пользователей и нам нужно будет выполнить задание которые указаны ниже вот у нас открылось задание нужно ввести имя email и группа и сохранить нажав ok и еще раз откроем нашу инструкцию и смотрим что нам нужно сделать я закреплю с помощью топ чтобы она никуда не пряталась и первое что нам нужно сделать нам нужно подождать пока все индикаторы подключения станут зелеными чтобы долго не ждать мы можем воспользоваться кнопкой fast forward time она в новой версии пакет рейсера находится в левом углу нижнем вот она нажимаем ее и мы можем видеть что время перемоталось на минуту и у нас все индикаторы зеленые и мы можем сразу же приступать к выполнению дальше открыть вкладку simulation вот она у нас открылась специальная панель и ее перемещу немного в сторону чтобы вам было лучше видно вот она смотрим что нам нужно сделать нам нужно взять add simple PDU и отправить ping с устройства PC1 на устройство PC6 вот эта кнопочка в этом случае нам нужен закрытый конвертик нажимаем по нему выбираем первое устройство это PC1 щелкаем и устройство PC6 вот она щелкаем у нас появилось два пакета SMP и IRP что нам нужно сделать дальше вам нужно будет прощелкать кнопку capture forward определенное количество раз и ответить на вопросы которые вот у вас здесь есть на вопросы нужно отвечать в PDF фабрике у вас здесь будет специальное место для этого а я двигаюсь к следующему заданию нам нужно отправить еще один ping запрос но уже с устройство PC1 на PC4 в этом задании нас просят нажать на кнопку new и сделать первый сценарий и это проделать там но так как у нас новая версия пакет рейсера этой кнопки у нас здесь нету так что мы не обращаем внимание на этот пункт и просто берем еще раз add simple PDU закрытый конвертик и отправляем ping с PC1 на PC4 вот он вот здесь готово я отправила с PC4 на PC1 вот и вам также нужно будет посмотреть что от вас просят и ответить на вот эти вот вопросики части 2 мы будем наблюдать за трафиком широковещание рассылки смотрим что нужно сделать нам нужно вернуться ну вот мы прощелкаем нам нужно будет вернуться в режим реального времени и нужно ударить загрузочную конфигурацию на всех трех коммутаторах для этого открываем S1 первый коммутатор командная строка нажимаем enter вводим команду enable далее нам нужно удалить все загрузочные конфигурации для этого вводим команду нажимаем enter и нажимаем еще раз enter да наша команда complete дальше вводим команду showflash enter и мы видим что у нас есть файлик файлик вилан дат и вот этот смотрим что нам нужно сделать нам нужно удалить файлик вилан на всех трех коммутаторах для этого вводим команду дтт велан вилан ван точка дат enter на спрашивает точно ли удалит нажимаем еще раз enter и еще раз да наши файлик удалица и можем двигаться к следующему устройству S2. Повторяем точно те же команды. Enable, Erase, Running Config, ой, Startup Config точнее, вот так, подтвердить, ShowFlash, чтобы увериться, что у нас этот файлик есть. Вот он, vlan.dat, ddt, vlan.dat, Enter. Подтверждаем, еще раз подтверждаем. И проделаем то же самое на S3. Вот S3, Enable, Erase, Startup Config, далее ShowFlash, также этот файлик у нас присутствует, значит, ddt, vlan.dat. Подтверждаем, да. И последнее, что нам осталось, нам нужно выполнить Reload, то есть перезагрузить все коммутаторы. Начнем с S3, вводим команду Reload, Enter. И еще раз подтверждаем. И наша перезагрузка начинается. Делаем то же самое и здесь. Reload, Reload, вот и последний Reload. Вот. Наша перезагрузка происходит, а мы смотрим дальше. После того, как наши все файлики перезагрузятся, нам нужно нажать кнопочку «Ускорить», вот здесь, чтобы все индикаторы стали зеленого цвета. И некоторые желтые. Что нам нужно сделать дальше? После того, как все индикаторы перезагрузятся, а индикаторы станут зелеными, мы можем еще раз проверить наши пинги. Это, опять же, возвращаемся в режим симуляции. У нас вернутся все пакеты данных, которые мы отправляли. И вам также нужно будет нажимать кнопку «Capture Forward», следить, куда они будут отправляться и отвечать на вопросы в части 3. А на этом, я думаю, все. И всем пока. Продолжение следует...